Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусное клубничное варенье с добавлением одного секретного ингредиента. В результате получаем целые ягоды по всей банке в густом сиропе. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала подготовим все, что нам понадобится. Затем берем спелую, но плотную, не очень крупную клубнику. И удаляем чашелистики. Заодно ягоды перебираем. Плотные, небольшие плоды без повреждений складываем в отдельную емкость. А более крупные или примятые сразу помещаем в широкую посуду для варки варенья. Соотношение должно получиться такое. Целых красивых ягод в два раза больше, чем клубники с изъянами. Крупной примятой клубники у меня получилось 700 граммов. Превращаем ее в однородное пюре с помощью погружного блендера. И отправляем на умеренный огонь. Пока масса будет закипать, займемся целой клубникой. Ее у меня вышло 1 килограмм 400 граммов. Наливаем в небольшую емкость 100 миллилитров коньяка. И окунаем в него по очереди все ягоды. Вместо коньяка можно взять водку. Именно такой нехитрый процесс поможет сохранить целостность клубники при варке. Стараемся, чтобы все ягоды со всех сторон искупались в коньяке. Теперь возвращаемся к клубничному пюре. Сразу после закипания добавляем в него оставшийся коньяк. Увариваем массу 5 минут. И добавляем сахар. Из расчета на 1 килограмм общего веса клубники 700 граммов сахара. В данном случае это 1,5 килограмма. Поскольку вес целой и примятой клубники вместе составил 2 килограмма 100 граммов. Добиваемся растворения всех кристаллов сахара в горячем клубничном пюре. И высыпаем туда подготовленную целую клубнику. Аккуратно, чтобы не повредить ягоды, погружаем ее в сироп. Не мешаем. Доводим содержимое миски до интенсивного кипения по всей плоскости. Убавляем огонь. И варим варенье 10 минут. Затем огонь выключаем. И аккуратно собираем излишнюю пенку. Только ту, что по краям, чтобы не раздавить ягоды. После чего оставляем варенье остывать часов на 8. В данном случае прошла ночь. Собираем остатки пены. Для этого потряхиваем миску из стороны в сторону. Вся пенка собирается к центру. Ее можно легко и быстро снять сухой чистой ложкой. Дальше отправляем клубнику на плиту. Посмотрите, какие аппетитные целые ягодки. Снова доводим варенье до интенсивного кипения. Засекаем время. И варим ровно 7 минут на небольшом огне. Мешать клубнику не нужно. Можно лишь иногда легонько погружать ее в сироп силиконовой лопаткой. Через 7 минут огонь выключаем. Отодвигаем пенку от краев. И оставляем варенье остывать опять не меньше, чем на 8 часов. Ягоды должны как бы утонуть в сиропе. Затем собираем оставшуюся пену. И разливаем варенье по сухим стерилизованным холодным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Ягоды можно распределить поровну во все банки. Или же сделать как я. В часть баночек поместить клубники побольше. А оставшийся сироп закрыть отдельно. Банки закручиваем простерилизованными металлическими крышками. И отправляем на хранение в погреб или кладовку. Из указанного количества продуктов получилось 3 пол-литровых баночки полных клубники. И 700 мл вкуснейшего сиропа. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.